Друзья, я гуляю в Москве по парку. Такой вот человечек лежит, кайфует, лежит, спит. А может плохо человеку? Ты здесь живешь, да, не видишь? И что, он постоянно здесь так спит? Почти. Да? То есть ему неплохо получается? Не, ему неплохо. Он, возможно, часть будет с собой. Так вот, друзья, лежит человек, спит. Ладно, не будем тревожить. Кто-то, наверное, его дома ждет, если ему нечего ходить не надо. Друзья, я гуляю в Москве по парку. Не удивляйтесь, это Москва. То, что вы увидите дальше. Вот я увидел такую вот картину, который вот человечек лежит, кайфует, прямо на тротуаре. Да-да, друзья. Такой вот. Бежит, спит. А может, плохо человеку? Неизвестно. Давайте спросим, наверное, плохо или нет. Просто отдыхает. Он просто отдыхает. Вот эти вот костыли, наверное, инвалид. Так вот бывает, друзья. Наверное, он спит, не будем его будить. Вот так вот, друзья, бывает. Поэтому... Хотя, в принципе, весна, лето, погода хорошая. Летняя, вернее, весна на улице. Месяц май. Сегодня у нас 14 мая. Поэтому, наверное, человек решил отдохнуть. Красавчик. Ты знаешь, это алкаш лежит? Да? Или ему плохо? Я алкашик. А? Я алкашик. Может, у этого... Может, ему плохо? Может, скорую лезть? А? Ну, он со стилями будет. А ты здесь живешь, да? Не видишь? Неподалеку. И что, он постоянно здесь так спит? Почти. Да? То есть, ему неплохо получается? Не, ему неплохо. Он, возможно, часто будет с собой. А? А? А, может, он тогда здесь пьет? А, пьет просто и отдыхать? А, понятно. Я смотрю, думаю, может, сердцем плохо или что-то ему. Ну, не надо ментов, там скорую. Нет? Понятно. Ну, ладно, извини. Удачи тебе. Да. Я просто посмотрел, смотрю, вроде бы, лицо у него нормальное, как бы. Ну, не синюшное, как у покойников. Или там сердцем если плохо. Вот человек отдыхает, спит крепко. Поэтому я и это и решил. Думаю, может, вызвать скорую или полицию. Ну, в принципе, понятно. Так вот, друзья, лежит человек, спит. Ладно, не будем тревожить. Пойдем дальше по своим. Друзья, пойдем по своим делам. Бабуль! Добрый день! А там вот человек лежит. Ему плохо, что ли, или что с ним? Я прошла мимо. Ну, что ему сердцем плохо, нет? Я не знаю. Вроде бы лицо не синюшное. И там и пяти. Костыли, да. Костыли, да, я думаю, наверное. Может, акупал, плохо, инвалид. Или он просто... Вот парнишка молодой сказал. А? Парнишка молодой сказал, что он постоянно здесь спит, типа алкаш. Я не знаю, первый раз... Вы здесь живете, наверное, да? Да, вот мои окна. Я уже думал, или ментов, или скорую ему вызвать, или то, и другое. Не знаю, не знаю. Я сама бы простояла. И видно, что пьяный. Пьяный, да? Да. Видно, что пьяный. Чтоб не ограбили там ничего его. Они там трое сидели. Трое сидели, да? По-моему, в шести часов утра. И он шел, вот он оттуда шел. Ну, эти палки такие, он как-то шел не ровно, как-то с палками ходят эти, больные такие. А он шел как-то вот так вот. А те два пьет, шести часов утра. Я тоже не сплю. Не видно иногда. Ладно, бабуля, извините. Долгих вам лет жизни, здоровья крепкого. Спасибо. С праздниками, с прошедшими Днем Победы. Спасибо. Извините. Дорогие боги. Очень хорошо, что у тебя душа такая. Я тоже там постояла, постояла. Ну, я же не могу его не поднять. Да я тоже, я иду, я думаю, на лавочке присяду, на улице лето, можно сказать, весна, разгар весны. И думаю, посижу сейчас это, отдохну, и смотрю у человека, как-то на душе, как-то тяжело стало. Тяжело, конечно. Тяжело. Кто-то, наверное, его дома ждет, если он еще и сходить не может. Ну, да. Он шел как-то утром. Такое впечатление, что не такие уже большие эти пустыни были. А он на них попирался и боком так шел. А потом, видно, отошел, там на скамейке можно же. А он, видно, отошел оттуда. Но я уходила, это я иду домой, но мне не видно, когда там. Да нет, лицо не синее, обычно, если человеку плохо, оно синее, кровь. Бог его знает. Плохо поступает, и сердечники, или там что-то, но он, наверное, просто отсыпается. Ну, мне кажется, что он пьян. Вызовите на всякий случай, скорую. Верики, все следят, глядят. Ну, вы хотя бы, хотя бы вы успокоили то, что он это. Знаете, мы успокаиваемся. У нас тут есть такая на 6 этаже женщина такая. Написала жалоба в милицию, что тут пьянки пьют, ругаются, матерятся. Дети ездят, слушают все это. И что вы думаете, она подходила по этому всему дому. А ко мне она так как, недалеко, мы живем здесь еще давно, уже друг друга знаем. И по фамилии все расписались. Ну и что? Она говорит, я специально никому-то передала, а сама понесла. Он так посмотрел, и сейчас полы на меня. Типа того, что это у нас сплошь и рядом. Ну, в России живем, вот, как говорится. Ну, ну, до чего мы дохакимся. Ну, вам, вам хочу пожелать вот этот хороший весенний день, здоровья крепкого. Спасибо, спасибо. Спасибо, бабушка. Ты уже недалеко живешь? Да, я, да, я проездом на самом деле, я к тете заехал. Вот она говорит, и погуляй, сходи, погода хорошая. Вот, и я пошел погулять, вот, как бы, ну, я частенько здесь у вас вижу в Одинцово. Янец, наркоманов много, но вот, человек лежит, смотрю, костыли, костыля. Все наркоманов, так я тут могу уже к ним написать. Вот это сдача я привезла три кусты с народным. Посадила. Вот это тоже, ну, такое, это, как растение. Рассадила. Так они, на, вот, у них тут где-то закопать, вот он считает, столбики подошел, зазрыл. А, наверное, там у них закладки, да? Ну, тут они, у них закладка. А вот там, вот, в уголочке, где асфальт сходится, я уже там камушек один такой забивала, забила. Там, почему, потому что наслоение, и туда такой пальцы продвинул. И я вижу, что он уже стоит, как он подставит, и он там пошел, я посмотрела, чтобы меня не увидела, так, как я тут. Раз, капка, вышла, глянула, белеет, достала. А вы осторожнее, потому что кто его знает, что у них на уме? Что у них на уме. Ну, я вот это, пришла по соседям тоже, говорю, видите, вот как. Так вот, вот, кост так у меня подрыли, смородины, что он стал пропадать. Ну, достал его тут. Ну, да. И он, а потом они там были, два или три там стояла, но вижу, что они не такие там пьяные. А я думаю, откуда он знает, из какой я квартиры вышла. Я когда шла, говорю, знаете что, ребята, я тут вот, мне уже 80 лет, говорю, я хожу, и за этих цветов... 80 вам, да? Не выглядите на 80 лет. 87. 87, да. Ну, ну... Вот это все, я тут вот пошла, я не люблю, у нас была дача, дачу подали, а теперь я вот поговорю, я подошла к нему, трансовариваю, как с тобой. И я говорю, ребята, я вот эти кусты с дачи не вызвала, я из-за них, я не люблю ягоды, а люди берут, когда начинается процессор, и банки закрывают, висе смородины, душистые, и себе висе на сушу, и чай заваривать. Вот поэтому я посадила, а вы что делаете? Ну, да. Я вас говорю, очень прошу, не ройте здесь, ищите где-то другое место, не было больше. Ну, все равно, иногда приходят тут. Ну, как вас, извините, по имени и отчеству? Нина Леонидовна. Нина Леонидовна, очень приятно было с вами пообщаться. Мне тоже. Вы даже на 87 не выглядите, поэтому я вам пожелаю долгих лет жизни. Спасибо. Вот. Не мое, это наши гены, моих родителей. У меня родители умерли по 83 года. Вот там он сидел. Угу. Вставал. Нет, хорошие у него вот эти. Угу. Такие какие-то. Ну, поспал, теперь он где-то найдет компанию. И вы купили. Хорошо. Ладно. Спасибо. Благодарю. Благодарю жизни вам. И хорошего дня. Спасибо. И тебе всего. Спасибо. Так, друзья. Бывает. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал Жека. Обязательно.